Здорово, любители Клуб Романтики, добро пожаловать! Мы продолжаем с вами проходить истории, которые у нас стали доступны после обновления, и на очереди у нас Дракула. Честно сказать, я уже не помню, на чем мы с вами остановились. У нас была какая-то вечеринка, где мы столкнулись с Лео, по-моему, потом мы с ним ехали по дороге, встретили Влада в лесу, если я не ошиблась, это не было три серии назад или четыре серии назад. В любом случае, нас ждет восьмая серия из двенадцати. Покинуть замок не значит обрести покой. Ага, точно, нас же Влад выставил, точно, ребят, нас же выставил Влад, он сказал, все, пока, по-кусике, моя дорогая, ты, конечно, хорошая, но я не могу тебя больше здесь защищать, что-то, короче, такое было. Может, я ошиблась, я уже, честно говоря, запуталась в этих всех историях. Кстати, если она вам нравится, то обязательно поддерживайте ее лайком. Ну, а мы с вами историю любви сейчас продолжим. Итак, глава восемь. В этом эпизоде новеллы содержатся материалы о сексуальном насилии. Вау! Подождите, у нас таких надписей еще ни разу, по-моему, не было. А может и были, я уже не помню. А материалы о сексуальном насилии, которые могут быть неприемлемы для некоторых читателей. Пожалуйста, читайте, дальше соторожите. Так, все отвернулись, кто не готов к таким сценам. Предупреждаем. Предупредили? Все. Предупрежден, значит, вор... Подождите, то есть у нас в голове восемь что-то ждет? Мне уже становится интересно. Уже интересно. Глава восемь. Дождь. Рейн! О, спасибо! Спасибо, очень приятно. Наше время Румыния замок. Силуэт Влада исчез в темноте коридора. Какое-то время я еще слышала его шаги, потом стихли и они. Холл выглядел таким же мрачным, как и прежде, но в воздухе появилось что-то по-новому враждебное. Казалось, замок, как и его хозяин, отталкивает и прогоняет меня. От нахлынувшей тоски я ощутила внутри почти физическую боль. Как можно стать таким безразличным? Взять и просто выгнать меня? Но я вчера говорил с ним о каком-то плане и лжи. Он его явно провоцировал, как и меня. Но что, если в тех словах была правда? И Влад обманывал, использовал меня. А теперь я просто ему больше не нужна. Сердце отказывалось верить в это. Мне очень хотелось найти Влада и еще раз поговорить. Но я стеснула зубы, заставляя чувство молкнуть. Он сказал, чтобы я уезжала. Значит, я уеду. Уж точно не останусь там, где мне не рады. Напасаясь растерять решимость, я метнулась в свою комнату. Наскоро побросала сумки в сумку самые необходимые вещи. Взяла картины и выбежала во двор. Слушай, а картины-то, может, не надо было брать? Я не знаю. Может быть, там сейчас еще устроят, скажут. Ты что, ты картины украл? Нельзя было так делать. Лео все еще был у своей машины. Пожалуйста, Лео, отведи меня к Сандре. Прямо сейчас. Он с тревогой оглядел мое лицо, а потом вещи в руках. Что случилось? А Влад знает? Влад сам только что сказал мне, чтобы я уезжала. На лице Лео застыло изумление. Он с беспокойством повернулся в сторону замка. Думаю, мне нужно поговорить с ним. Я перегородила ему путь и с мольбой заглянула в глаза. Лео, прошу, просто увези меня отсюда. Ну, хорошо, только подожди минуту, я на сферату возьму. Он ушел и от дрожащими руками стала укладывать тубы с картинами на заднее сидение машины. Услышав за спиной какое-то движение, я подскочила от страха и обернулась. Ах, с добрым утром. Опять уезжайте? Ну и довольно улыбался. А в руке он держал крупное надкушенное яблоко. Ммм, да. А вот невезение. Приехал в гости, надеялся на славную компанию, а все куда-то разъезжаются. Он вдруг выронил яблоко, и оно, описав неправильный круг, подкатилось прямо к моим ногам. О, прости. Но я подошел ближе и присел у моих ног, чтобы поднять фрукт. Я хотела отстраниться, но сзади была машина. А парень явно не спешил вставать с интересом, скользя взглядом по моему телу. Наконец он подхватил яблоко, поднялся и задумчиво посмотрел на него. Ммм, изгнание как способ наказания за желание знать. Разве справедливо? Впрочем, о потерянном рае быстро перестают сожалеть, когда понимают, что за его пределами все самое интересное. Ну, что ж, с счастливого пути и до скорой встречи. Он ушел, насвистывая какую-то мелодию. А через несколько минут вернулся Лео, и мы покинули замок. Не нравится он мне, вот не нравится мне и все. Машина поднялась на гору, а я будто приросла взглядом к замку Влада, который все больше удалялся от нас. Странное облако, висевшее над ним, потемнело и заметно расширилось. Теперь оно занимало почти весь горизонт. Внутри меня было опустошение и чувство, что я потеряла что-то близкое и важное. Расстроенная из-за Влада. А у меня близкие отношения. А с Владом, точно. Я думала, с Лео. Ну, я знаю, что у нас не с Лео, я думала, может быть, что-то в истории у нас там поменялось. От слов Лео я вздрогнула и почувствовала, как горло под котелком. Впрочем, могу не спрашивать, и так видно. Ты успела сильно привязаться к нему за эти дни. В голосе Лео прозвучали напряженные нотки. Прости, я не хочу, да и не могу приявлять тебе что-либо. Ведь мы и так мало знакомы. Слушай, а может нам переодеться? Нам надо переодеться, а то мы как-то в платье, в том же наряде. Слушайте, а представляете, если уже какой-то мелкий-мелкий выбор из прошлого как-то повлиял на нашу историю? Вот совсем какой-то мелкий, совсем какой-то, знаете, такой незначительный, на наш взгляд. А вот у нас уже все вот так вот пошло наперекосяк. В любом случае, давайте переоденемся. Значит, наверное, прическу мы, ну, прическу мы, наверное, оставим. Я, ну, могу вот, ладно, вот это пусть будет. Но вот легкое платье, просто и удобно. Серебряные кристаллы, текущая. Давайте, может быть, просто и удобно. А то мы как-то, ну, в вечернем платье, грубо говоря, поехали. Ну, ваши с Владом взгляды друг на друга просто выбивают меня из колеи. Нервным движением... А, также близкие отношения... Мы умеем крутить сразу двумя ребят. Нервным движением он откинул прядь волос лица. А я молчала, не находясь, что ответить. Лео вдруг печально усмехнулся. Самое забавное, что он и мне и самому нравится как человек. Одновременно бесит и нравится. Это странно, но у меня чувство, будто я давно его знаю и понимаю. Ну да, то есть, это, получается, тут как бы из прошлого все-таки есть какое-то влияние. Горная часть дороги закончилась, и мы въехали в холодный лес. Я задумалась в словах Лео, и вдруг вспомнила его утреннюю беседу по телефону. Что все-таки значил этот разговор? Давайте спросим осторожно, то как-то с ним еще ругаться я бы не хотела. Лео, у тебя ведь были свои планы на поездку в Румынию? А теперь ты все время с нами. Это не мешает твоим делам, работе. Лео посмотрел на меня внимательно и чуть удивленно. Нет, не мешает, а почему такой вопрос? Просто я слышала, ты говорил сегодня по телефону о работе и подумала... Руки Лео напряглись и чуть сильнее сжали руль. Не знаю, что именно ты слышала, но... Он вдруг повернулся ко мне, одной рукой загреб меня и прижал к себе. Я почувствовала, как его сердце бьется очень часто, а тело напряжено. Лео несколько раз глубоко вздохнул, гладя меня по волосам и плечам. Потом пристально посмотрел мне в глаза. Ленивая жопка, просто знаешь, что я на твоей стороне. Да я уже никому не верю! Когда мы подъехали к тому месту, где заблудились накануне, мое сердце сжалось от страха. Только бы не кружить опять по этому заполучному лесу. Но опасения оказались напрасными, и в этот раз мы проехали холодный лес быстро и без приключений. Сейчас все удивятся. Вскоре показалось село. Сандра, Элинка и Милли радостно вышли на дорогу встречать нас. Добро пожаловать! Хорошо, что приехали. Милли полезла в машину доставать кота и заметила на сиденье тубы. Ты взяла картины? Значит, мы сегодня не вернемся в замок? Я замялась и посмотрела на Сандру. Да, мы бы пока погостили здесь, если можно. Она широко улыбнулась. Конечно, можно. У нас еще есть летний домик, места хватит всем. Незнакомых людей разместили. Вот и наше жилище. Проходите, располагайтесь. Сейчас накроем на стол во дворе и устроим настоящий деревенский завтрак. Отлично. Говорите, чем помочь. Весь день мы отдыхали, болтали и просто бездельничали. Я была так вымотана последними событиями, что решила дать себе передышку. Ни о чем не думать и ничего не решать. И все же я не могла отделаться от мыслей о Владе. Они то и дело всплывали у меня в голове и каждый раз вызывали тоску. Я была вынуждена признаться себе. Мне его очень не хватает. А если бы у нас с ним не было отношений? Даже интересно. Следующим утром я проснулась с первыми лучами солнца и вышла во двор. Воздух был таким чистым, что его хотелось вдыхать полной грудью. Как тихо и хорошо. У меня ощутило приливы бодрости. Вчерашние беспокойства и сомнения словно покрылись дымкой и уже не казались такими важными. Услышав, что в летней кухне кто-то есть, я заглянула туда. Интересно, кто там. А вообще красиво. Мне нравится. Очень уютненько так. Сандра стояла у стола, что-то помешивала в большой миске. Увидев меня, она улыбнулась. В общем, я планировала сюрприз. Но раз ты такая ранняя пташка, будешь со мной в сговоре. Ух ты, а что ты готовишь? О, я готовлю волшебство. Сладкие блинчики с творожной начинкой. Любимое блюдо детства. Широкая деревянная столешница была уставлена тарелками, мешочками, бутылочками с разными маслами. А Сандра словно повелевала ими. Она ловко взбивала яйца, подсыпала муки, добавляла молока. Ее лицо было сосредоточенным и поособену красивым сейчас. Казалось, она готовит магическое снадобье. А это правда похоже на волшебство? Ты случайно не колдунья? Сандра как-то нервно хихикнула и отвернулась к плите. Нет, я нет. Тогда, когда стопка ароматных тонких, как бумага, блинчиков была готова, я села поближе к Сандре, и мы стали заворачивать в них начинку. Вместе смеялись над моими первыми кривоватыми уродцами и вместе радовались, когда у меня наконец начало получаться. Сандра, давно хотела сказать тебе спасибо, что уделяешь время Миле. Это так мило с твоей стороны. А я вот, кажется, снова в номинации «Худшая сестра года». Неправда, Миле уже не в том возрасте, когда нужно водить за ручку. Сейчас ей, главное, хороший пример рядом, а ты – отличный пример человека, увлеченного своим делом. Я ведь сама такой же чокнут трудоголик. Готова променять выходные и каникулы на интересную работу. Ну а чем ты занимаешься? Мы, кстати, да. У нас уже какая? Восьмая серия, мы не знаем, чем она занимается. А чем ты занимаешься? Ты как-то раз, как-то ни разу не упомянула о своей профессии. Сандра потерла глаза тыльной стороной ладони, а потом отвела взгляд. Сейчас у меня с работой не самая приятная ситуация. Если ты не против, я бы не хотела об этом говорить. Это довольно странно. Что сложного в том, чтобы назвать свою профессию? Но я не стала допытываться. Ну и правильно, мало ли. Красиво там. Мы отправили блинчики запекаться, прибрали на столе и усели отдыхать на диванчик. Ох, ну и жарящий от печки. Не могу, а ты не против, если я сниму майку? Хорошо, снимай. Да я не против. Ваши отношения... У нас, смотрите, у нас со всеми идеальные отношения. Сандра закрыла задвижку входной двери изнутри. Ага. Стянула себе верхнюю одежду, оставшись лишь в легком топе, и с облегчением откинулась на спинку дивана. Она дверь закрыла. Ребят, вы же понимаете, к чему это идет? Мы сидели совсем рядом. Я смотрела, как от частого дыхания вздымается ее грудь, и как поблескивает чуть влажная загорелая кожа. Вдруг я заметила почти у самой ложбинки ее груди белый след от муки. Мои пальцы са... Мои пальцы сами потянулись. Ребят, вы видите, мы тут вообще ни при чем. Ее пальцы. Все слышали, все внимательно слушайте. Ее пальцы. Мы тут ни при чем. Ее пальцы сами потянулись к нему и аккуратно смахнули белоснежные пылинки. Сандра посмотрела в ответ таким взглядом, что я поняла. Молодец, догадливая ты моя. Отдаться-поддаться. Ребят, ну... Может быть в этом есть какой-то смысл? Я вам часто говорила, это просто игра. Поэтому иногда хочется делать какие-то сумасшедшие выборы с точки зрения нашей главной героини, чтобы посмотреть, что из этого может получиться. Поэтому предупреждаю, это просто игра. Пожалуйста, это просто игра. Отдавайте, отдадимся чувствам. Я что, зря кристаллы покупала? Эх, только аккуратно отдавайте чувствам, ладно? Моим пальцем совсем не хотела сотрываться от груди Сандры, и я позволила им продолжить ласкать ее. Она замерла, и только глубокое порывистое дыхание выдавало ее волнение. Она нам сама намекала. Широко распахнутые глаза девушки склядели за каждым моим движением. Как я сбрасываю бретельки ее топа, обнажая грудь. Как наклоняюсь ближе и начинаю покрывать кожу короткими легкими поцелуями. Как мои губы захватывают ее соски, нежно щекочи и посасывая их. От груди я поднялась к шее, потом выше, и наши губы встретились в глубоком чувственном поцелуе. Сандра обняла меня за одной рукой и за талию, а другой начала стягивать мою одежду. Я почувствовала, что наши тела уже горят от нетерпения, и стала помогать ей, не отрываясь от ее губ. И вот мы уже лежим на диване совсем без одежды, в объятиях друг друга. Кожа-кожа продолжала искать друг друга. Прекрасно. Какая же ты сладкая. И ты. Сандра погрузила несколько пальчиков в свой рот и медленно облизнула. Потом направила их вниз, между моих ног, туда, где их уже ждали. Плавные, нежные, но настойчивые движения. От них тело становилось одной сплошной тягучей массой, как раскаленная лава. Я смотрю, что про Влада уже все забыли. Какой Влад? Где Влад? Что Влад? Влад, до свидания. Эти движения все больше погружали меня в мутную дымку, заставляя забыть обо всем. Остались только тихие стоны, мелкая дрожь и спутанные мысли. И тут появляется на пороге Лео, который выбил дверь, и все, и пошла жара. Сандра вдруг отняла пальцы, заставив меня тихо вскрикнуть от неожиданности. Нет, вернись. Она скользнула по дивану ниже, погладила мои бедра и стала покрывать поцелуями низ живота. Дразняясь, заставляя томиться от нетерпения. Вдруг она резко встала, взяла меня за руку и потянула за собой. Мы снова принялись целоваться и дошли до кухонного стола. Девочки, девочки. Сандра усадила меня на столешницу и развела мои ноги. Дорожка из поцелуев, она опустилась по моему телу вниз. Наконец, ее губы и язычок оказались там, где недавно были пальцы. Меня накрыло новой волной дрожи. Я уперлась одной рукой в стол и откинула голову назад. Так об этом в самом начале нас предупреждали, что ли? Ох! Ах! Ммм! Ух! Вторую руку я погрузила в ее волосы, перебирая и поглаживая их. Моя спина сама собой выгибалась, а бедра напряглись. Ощущения становились слишком яркими. Мы оказались довольно близко к печке. Класс! У нас сейчас будет одна жареная задница. Кому жареную задницу? А у нас и так ленивая жопка. Одна ленивая жареная жопка. Мы оказались довольно близко к печке, и здесь было жарко. Но внутренний жар был гораздо сильнее. Я почувствовала, как по моей спине медленно стекают капельки пота. Еще несколько минут, и волна эмоций достигла своего пика, сметая все на своем пути. Я зажала себе рот и силой надавила пальцы в край столешницы, чтобы не закричать. Но это не помогло. Лео! Ты тоже подслушивал, небось? Сандра поднялась, обняла и стала нежно гладить меня, пока я возвращалась в реальность. Чшшшшшшшшшшшшшш... Потом я встала и уложила Сандру на стол. Угу. То есть это у нас еще и не финал. Там, где совсем недавно стоял мешочек с мукой, теперь разметались ее волосы. Красиво. Я стала покрывать ее обнаженное тело поцелуями, опускаясь все ниже. Теперь уже я ласкала ее, как до сих пор она меня. Я слышала ее громкие стоны, а через некоторое время почувствовала и сладкие конвульсии. Когда все закончилось, мы встали, оделись и перешли обратно на диван. Еще какое-то время я и Сандра просто сидели рядом, улыбались друг к другу. Этот рецепт я точно запомню. Сандра толкнула меня в плечо и звонко рассмеялась. Сейчас сердечки полопаются, мы вернемся в свою реальность. Там, где у нас картины. Через некоторое время она подошла к печке и заглянула в нее. Блинчики готовы, оставим их тут в тепле, пока ребята еще спят. К ним бы еще варенье из белой черешни. Ммм, где же оно было? Наверное, разбили случайно. Она стала искать на полках, перебирая разные баночки. Но вдруг остановилась и чуть порегнулась, высматривая что-то на полу. Ммм, интересно. Что там? Сандра взяла рукой за стеллаж, подтянула его на себя и он отъехал от стены, обнажая на полу квадратный люк. Ммм? А что там? Я только охнула от удивления. У вас тут тайный покреп? У нас тут ничего такого не было. По крайней мере, я не знала. Но видишь следы на полу? Я сразу поняла, что стеллаж недавно отодвигали. После нескольких попыток мы смогли открыть люк и склонились над ним. А снизу пахло холодом и сыростью. В темноту вела шаткая деревянная лестница. Меня охватил трепет. Ммм, Сандра. Давай посмотрим, что там. Уже интересно же нам. Конечно, давай. Она ухватилась руками за край люка и ловко спустилась вниз. Услышав ее то ли удивленные, то ли восхищенные вздохи, я поспешила следом. Что там может быть? Вау! Мы очутились в небольшом сумрачном пространстве. Впрочем, сквозь люка и половица сюда проникало достаточно света, чтобы можно было все рассмотреть. Очень нетривиальный кухонный погреб. Стены комнаты были темными и закопченными. С потолка свисала паутина и вязанки каких-то растений. В центре стоял большой стол, а на нем необычный инвентарь. Слушайте, так может эта семья Сандры что-то делала с Владом? Чугунные котелки, старые свечи, коробки сушеных трав и кореньев. Кости животных. Мне стало жутко. Сандра, что это? Выглядит как мастерская ведьмы. Кажется, так и есть. Сандра нашла на полке несколько очень старых тетрадей и стряхнула с них пыль. Их страницы были исписаны непонятными буквами и символами, конусами, крестами и звездами. Что это, книги заклинаний? В ответ Сандра только пожала плечами. Ее лицо было задумчивым. Но это ведь ваш дом. Неужели все принадлежит кому-то из своей семьи? Может быть, ты знаешь кому? Нет, но я догадываюсь. Я догадываюсь. Моя бабка, мать Михая, про нее ходили слухи, будто она ведьма и колдовством занимается. Я все это с детства слышала, но не верила. У нас тут вообще народ свою верный. Но, кажется, разговоры были не зря. А ты знала ее? Эту, свою бабушку? Нет. Это ведь не моя родная семья. Когда я сюда попала, ее уже не было в живых. В смысле не родная? Миха и Линка и мама покойная. Я считаю их своей семьей. Но на самом деле они мои дальние родственники. Я осталась без родителей совсем маленькой. Они забрали меня к себе и вырастили. Ого. Я не знала, как и что еще сказать, пытаясь переварить новую информацию. Сандра зашагала по погребу, внимательно присматриваясь к лестнице, полу и стенам. Все такое старое. Мне кажется, здесь очень много лет никого не было. Я бы так не сказала. По крайней мере, эта штука здесь недавно. Сандра достала откуда-то из угла сверток. Ткань достаточно новая. Но уж точно новее, чем остальные вещи здесь. Развернув ткань, мы увидели внутри предмет необычной формы. То ли топорик, то ли серп. По-моему, это все-таки серп. Слушайте, как-то жутко здесь. Давай вылезать отсюда. Хочу смотреть уже штуку при нормальном свете. Может, не надо? Сейчас кто-то зайдет. Тем более, если двигались, значит, сюда недавно заходили. Выбравшись из-под пола, мы закрыли люк и задвинули стеллаж обратно. Может быть, не надо было? Сандра все вертела в руках найденный серп, разглядывая его у окна. Ну что? Да вроде ничего необычного. Она положила на находку в ящик стола. Ладно, скоро завтрак. Мне бы в душ немного освежиться, и можно накрывать на стол. Нехорошо. А, все, мы уже накрыли. Уже все гуд. Завтракали снова во дворе на свежем воздухе. Блинчики с творогом и правда оказались волшебными на вкус. Мы рассказали остальным о комнате под... Зачем? Зачем они рассказали о комнате? И Линка не слишком удивилась новости. Да, думаю и правда, мастерская нашей бабки. А можно мне тоже туда залезть и все посмотреть? Давай попозже. Сейчас мы собираемся в город за покупками, а вечером поедем на фестиваль. Фестиваль? Да, у нас тут неподалеку каждый год проходит этно-фестиваль. Музыка, спектакли, народное ремесло. Обычно и интересно. Место живописное. Люблю такое, с радостью бы поехала. Я с Носферату собираюсь сегодня к Гредишу. Снова попробуем подружить котов. И насчет картин с ним поговорю. Может он отошел уже? Так ты пропустишь все веселье. Ну почему? В город я заеду с вами. А к вечеру думаю успею и на фестиваль. Ну и отлично. Значит сначала шоппинг. Да. Действительно. Поедем на шоппинг. Дорога в город заняла не больше 20 минут. На шоппинг мы отправились в большой торговый центр. Сандра, Илинка и Милли пошли в продуктовый. Я решила подобрать подходящий наряд. Ну действительно. Что же нам еще покупать с вами? Выбрать наряд. Ну давайте посмотрим. Стрит стайл. Вау. Слушайте, почему такие кстати классные наряды нам редко попадаются? Релакс. Да релакс тоже неплохо выглядит. Но знаете, я бы взяла наверное... А что у нас есть еще? У нас есть хлопковая долина. Хлопковая долина. Я думаю, что релакс мне не очень нравится. Вудсток. Давайте стрит стайл. Это конечно стильненько. Но я думаю, что если мы будем от каких-то вампиров убегать или оборотней, то нам лучше что-то вот такое взять. 21 кристалл. Тем более, что более-менее нормально. Ну, уже выглядим неплохо. Посмотрим конечно, что за фестиваль. Наверное, мы будем странно смотреться. Но мы всегда можем переодеться. У нас есть еще несколько нарядов. Рядом оказался парикмахерский салон. Я зашла и туда. Ну действительно. Нам же надо еще и волосы привести в норму. Ммм. Длинные со шляпкой. Пучки из блестка. О, мне нравятся пучки с блестками. Романтические цветы нам сюда будут не в тему. Предлагаю взять пучки с блестками. Правда я наверное еще страннее выгляжу. Ну, а почему бы и нет? Будем привлекать внимание. Совсем другое дело. Правильно. На выходе из салона я увидела Лео с котом на руках. Ленивая жопка. Отлично, что ты здесь. Пришло время выполнять мое желание. Что? Помнишь игру Правда или Действие? Ты должна мне Действие. И обещала помочь выбрать Носферату наряд. Я не буду платить за Носферату. Три точки. Пойдем. В магазине я присмотрела парочку нарядов. Не, ребят, я не буду еще платить коту за наряд. Джеймс, Луи, Текущий. Ну, ладно. Давайте возьмем Луи. Хорошо. Может быть это очень важно. По-моему котик не очень доволен. Отлично. Тебе нравится, дружище? Твои отношения с котом улучшились. Ну, хоть с котом у нас улучшились отношения за сегодня. После шоппинга Лео уехал к Грейдишу, а мы с девочками отправились обратно в село. Надеюсь, Носферату нас когда-нибудь отблагодарит. Когда мы доехали до дома Сандры, был уже полдень. На фестиваль поедем часиком к пяти, а пока можно отдохнуть. А я бы хотела поработать. Можно мне пойти в летнюю кухню? Там хороший свет. Да, сегодня больше не будем готовить. Там никто не потревожит. Допустим. Сейчас мы снова с вами будем проваливаться. Я пошла на кухню, придвинула к дивану небольшой столик и, устроившись поудобнее, принялась за работу. Спустя несколько часов я, как обычно, перенеслась в прошлое. Мне так нравится. Она уже спокойно, знаете, так рассказывает. Я, как обычно, посидела за картинами, да потом, как обычно, перенеслась в прошлое. В принципе, ничего нового, ничего удивительного. Ну-ка, а на чем мы остановились? С тех пор, как Мехмед перестал посещать дворцовую школу, они с Лалей редко виделись, лишь на официальных приемах. Теперь она была так удивлена, увидев его на вечере в гареме, что забыла об этикете и вместо положенного приветствия попятилась назад. Гюльхаттон остановила ее и потянула сзади за поясок, напоминая о необходимости поклониться. Но Лалей лишь слегка наклонила голову и сухо произнесла. Доброго вечера, господин. Вот уж правда, вечер славный. Мехмед встал и приблизился к ней и окинул с ног до головы пристальным взглядом. Взгляд был липким и неприятным, но Лалей не подала вида и продолжила стоять гордо с приподнятым подбородком. Как же ты расцвела. Хм, прекрасный нежный тюльпан и очень хрупкий. Так легко сломать стебелек. Раз и все. Иногда хрупкость бывает лишь видимой. Мехмед угрожающе прищелкнул зубами и тут же расплылся в улыбке. Что ж, может быть. И все же цветы для того и растут. Чтобы быть сорванными в самом ярком цвете. А потом украсить с собой чьи-нибудь покои. Пусть и ненадолго. Если вы хотите обсудить цветы, может лучше делать это с садовником. Я, признаться, не очень разбираюсь. Мехмед захохотал и провалился обратно в подушки. Ах, острый язычок. Прекрасно. Гордая, смелая птичка. Пока не попала в селок. Признаться, ты меня удивила. Твой танец. Мне было его мало. Хочется еще. Что ж, в гареме много прекрасных танцовщиц, готовых танцевать для вас до утра. Мехмед вскочил, приблизился к самому ее лицу и прошипел. Я сказал, что хочу твой танец. Так что сегодня пойдешь со мной в мои поку-ку-ку... Поку-ку-кой! Ничего себе! Ты ночью будешь танцевать для меня. И не только танцевать. Он гневно махнул рукой старшая гарема. Гюльхатун, сегодня я выбираю Лале. Подготовь все. Гюльхатун удивленно присела, а Лале сжала кулаки. Вы, видимо, забыли, господин, что я не девушка из гарема, а знатная дама. Часть вашей семьи. Никакие правила вам не позволяют. Султан схватил ее за локоть и резко оборвал на полусловие. В этой империи мое желание закон. Я сам закон. Какое мне дело до старых глупых правил? Лале с силой выдернула руку и повернулась к выходу. Доброй ночи, господин. Я ухожу. Мехмед упер руку в стену, переграждая ей путь. Сегодня я не стану портить вечер и устраивать здесь шумиху. Даю тебе день подумать и осознать все выгоды близкого общения со мной. А завтра вечером явишься ко мне, иди. Ах, так вот о чем нам в самом начале писали. Выбежив из большой зала, Лале увидела у входа в гарем свою наставницу. Та была в радостном ожидании. Каком нафиг радостном ожидании? Эх, ну, как выступление, милая? Шахихатун знала про Мехмеда и наряды специально готовила. Как быть? Ну, давайте, может быть, мягко спросим. Шахихатун, ты ведь не нарочно меня сюда отправила. Просто не знала, что Мехмед тут будет. Сердце Лале переполняло грусть, но ей не хотелось верить, что любимая наставница к этому причастна. Он тебя выбрал? Да, подожди, то есть ты все-таки знала? Лале прерывисто вдохнула и прижала ладони к лицу. Ну что ты, деточка, так побледнел. Волнение-то нормально. Все женщины через это проходят. Что? Ты нарочно сводишь меня с ненавистным мне человеком и считаешь, что это нормально? О моих чувствах ты думала? Наставница сурово поджала губы. Ее обычно мягкое лицо вдруг стало жестким. Чувства? Твоя мать шла за чувствами, и где она теперь? Вышла замуж по любви из-за этого чужеземца. Такого странного, совсем на нас не похожего. Я не хочу тебе ее судьбы. Такой шанс выпал. Стать любимой женщиной великого султана. А ты недовольна? Лале смирила ее испепляющим взглядом и выбежала из гарема. Ребят, вот это попадос. Вот это попадос. Возвращаться в свою комнату она не хотела. Я не знаю, куда еще деться, бросилась в ночной сад. Какое-то время она бежала, размазывая руками слезы по щекам. Потом устала и зашигала медленней. Ночь была прохладной, и танцевальный костюм совсем открытым. Лале дрожала и ежилась, но продолжала идти. Плохо дело, плохо. Незаметно для себя она забрела в удаленную часть сада. Впереди в кустах послышались голоса. Лале резко остановилась. И что мы будем терпеть это? Куда нам теперь идти, если путь в гвардию закрыт? Лале прижалась спиной к кустам и осторожно подкралась ближе. На поляне было несколько десятков мужчин, они сидели кругом и что-то обсуждали. Этот юнец разрушит гвардию, а потом империю. Нельзя ему позволить. Мы должны поднять бунт. В рядах янычуар тоже волнение. Султан Мехмед многих разозлил своим поведением. Если мы объединимся... Лале оступилась и под ее ногой что-то хрустнуло. Голоса резко стихли. Там кто-то есть, подслушивает. Хватайте, он нас выдаст, тогда всем не сносить головы. А через мгновение Лале почувствовала, как чьи-то жесткие руки ее схватили. Убеждать? Ну убеждать, наверное, я не знаю, кричать не вариант. Подождите, отпустите меня, я никому ничего не скажу. Но мужчина только сильнее сжал руки. А-а-а, да, как же будем мы рисковать своими головами из-за тебя. Кто это вообще такая? Ночью одна, да почти голая. Наверное, из красной розы девочка, у них такие рабочие костюмы. Ну, что делать с таким, мы знаем. На дорожке послышались поспешные шаги. Я так понимаю, что в этой ситуации в любом случае мы попадаемся, закричим нам, рот зажмут. В следующий момент кто-то отшвырнул в сторону мужчину, державшего Лале. И ее теперь схватили другие руки. Лале? Аслан? Что ты здесь делаешь и в таком виде? Аслан был не один, с ним пришел Алибей. Он вышел на поляну к заговорщикам. А ну быстро по комнатам паршивцы, бун задумали. Я вас для этого обучал. Да вас перережут все, как щенков. Пикнуть не успеете. Нам просто повезло сейчас. Лале и Аслан медленно брели по саду. Понимаете, мы бы заорали, могло и Аслану попасться. Девушка пыталась хоть немного успокоить свои мысли, но ей плохо удавалось. Такой ужасный вечер. Мехмед, нападение в лесу. Хорошо, что Аслан появился. Она посмотрела на друга и только теперь услышала, что он ей говорил. Многие ребята недовольны, что Мехмед отверг всех кандидатов в особую гвардию. Бунт, это не выход. Али Бей всегда учил нас защищать, но не нападать. Тем более на султана, каким бы он ни был. Ну а ты, может, расскажешь, что случилось? Я бы ему рассказала, он наш друг. Лале молча нахмурилась и мотнула головой. Я не должна рассказывать о том, что было в гареме. Если они с Владом узнают, могут наделать бед. Ну, она права с другой стороны. И мне не помогут, и себя загубят. Нельзя им так рисковать. Девушка наконец заговорила подрагивающим от холода голосом. Спасибо, Аслан. Если бы не ты... Аслан остановился и посмотрел на нее с укором. Да у тебя же зуб на зуб не попадает от холода. О, горе-то мое, иди сюда. Он взял ее за руку и потянул к тебе. Он собирается меня обнять. Я не знаю, против я или нет. Ребят, я не знаю. Я как бы... Ну, нормально к нему отношусь, поэтому... Ну, давайте я не против. Лалепа далась в движение и тут же оказалась в объятиях Аслана. Только теперь, когда ее окружило тепло его рук, она поняла, насколько сильно замерзла. Они стояли посреди сада, под звездным небом. Лалепа немного начала согреваться. В объятиях парня холод отступал, и на душе тоже становилось теплее. Аслан погладил ее по волосам и коснулся ушей. Ужас, какие холодные. Он закрыл их ладонями и немного потер. Потом стал растирать ее плечи и руки. Это были очень теплые, опекающие жесты, дружеская забота. Ага, ага, дружеская. Знаем мы такие дружеские заботы. Но вдруг Лалепа заметила, что в его глазах мелькнул какой-то особый огонек. Аслан замер, словно прикованный к ней взглядом. Аслан? Он резко отстранился, убрал руки и отвел взгляд. Потом проворчал. Кто вообще придумывает такие костюмы? Разве это одежда? Пойдем, отведу тебя домой. Ну то есть у него... Что-то щелкнуло там. Следующим утром Лалепа проснулась очень рано. И тихо, чтобы не разбудить наставницу, поспешила уйти из комнаты. На душе ее было тоскливо, она не знала, куда себя деть. Пойду в конюшню. Лошади меня всегда успокаивают. Ох, мы попали. Это и правда подействовало. Пока Лалепа кормила и гладила лошадей, ее мысли изменились. Скорее всего, вчера у Мехмеда была просто блажь. Увидел, захотел, решил взять. Как капризный ребенок игрушку. Сегодня, наверное, уже и забыл про меня и переключился на новые игры. Все же затащить в гарем девушку из собственной семьи слишком серьезно и может создать ему проблемы. Вряд ли я так сильно нужна Мехмеду, чтобы он был готов на это пойти. Лалепа услышала перед конюшней шума и много разных голосов. Она пошла посмотреть, что происходит и увидела, как отряд военных ведет под конвоем толпу пленных. Слушайте, ну не ребят же поймали. Будет плохо. Это были уставшие и изможденные люди. Молодые и пожилые. Многие были ранены. Лалепа смотрела на их лица и сердце ее ныло от осознания того, насколько они беспомощны. Ох. Лале? Зачем ты здесь? А ты? Ладно, хмурился. Мне нужно... А вот тебе, Нент. Лучше уходи. Никуда я не пойду. Три точки. Конвой остановил пленных перед конюшней. Военные стали переговариваться, решая, куда их определить. Да никуда, некуда девать. Все переполнено. Подождем расположение Султана. Вроде должен сейчас передать. В ожидании некоторые пленные тяжело опускались на землю. Солдаты их не трогали, делая вид, что не замечают. Из какой они страны? Неизвестно. Могли быть и из моей. А что с ними будет? В лучшем случае каторга или заточение. А в худшем? На площадке показался посыльный с письмом от Султана. Стражник развернул свиток, прочитал и с минуты молчал. Наконец он повернулся к военным. Виду нехватки мест для содержания пленных, а также, учитывая обстоятельства и вину этих людей, Султан Мехмед приказывает всех казнить. Через пассажи... Подождите, Накл? Ооо... Три точки. Офигеть. Плохо дело. Слушайте, по-моему, это одна из самых таких жестких историй. Давно наступило время завтрака, но Лалей не думать и думать забыла о еде. Вот уже полчаса она неподвижно лежала на своей кровати, пытаясь справиться с нахлынувшей тоской. Перед ее глазами мелькали лица пленных, обреченных на смерть, а в глаза... В голове звучал голос. Казнись. Через пассажи Нинакл. В двери раздался звук, но едва Лаля успела сесть на кровать и в комнату вошли без приглашения. Три точки к нам вошло без приглашения. Султан был с двумя стражниками, но после его кивка они вышли, оставив их наедине. Доброе утро, мой прекрасный тюльпан. Вот проходил мимо и решил зайти. Чтобы лично напомнить, сегодня вечером я жду тебя в своих покоях. В качестве особого гостя. Мехмед присел на край кровати и подался ближе к ней. Зачем вам это? Потому что я... так хочу. Мне даже нравится твоя некоторая строптивость. Совсем покорные в гареме надоели. Только не перебарщивай, помни. Станешь хорошей девочкой, и я буду нежным. Начнешь портить в нее настроение, увидишь мою грубость. Он резко схватил и сильно сжал ее подбородок, приподняв его на себя. Поблескивая каким-то мутным взглядом, он с нажимом провел по ее губам большим пальцем. Потом встал и направился к выходу. До вечера. Бред какой-то, ребята. Это просто бред какой-то, он совсем офигел. Ох, я здесь. Очнуться не в замке, а дома у Сандры было непривычно. И грустно. Здесь хорошо, и все-таки... Чтобы не погружаться снова в печальные размышления, я поспешила выйти во двор к девочкам. Может быть, Влад приехал? О, а вот и ленивая жопка. Ну, раз все в сборе, можно ехать на фестиваль. Да, можно ехать. Отлично. Ура! Мы едем на фестиваль. Чтобы попасть на фестиваль, пришлось сворачиваться с шоссе и ехать по грунтовой дороге. Местность и правда оказалась очень живописной. Фестиваль располагался в долине. С одной стороны был лес, с другой возвышались горы. Почему-то пейзаж кажется мне знакомым. Потому что мы довольно близко к замку, это те же горы. Но идемте смотреть, здесь столько всего интересного. Интересного оказалось немало. Музыка и театральные представления. Классно. Мастер-классы по ремеслам и блюда румынской кухни, приготовленные под открытым небом. Нельзя в такие игры зимой играть. Мы гуляли с увлечением, рассматривая, пробуя, изучая. Через некоторое время Сандра сказала. Пойдемте к Линке. Наверное, там уже собралось немало народу. А где она? У нее тоже своего рода выступление. Сейчас увидишь. Может быть, она магией промышляет. Я не знаю, какие-то фокусы показывает. Линка сидела на большом черно-красном покрывале. Вокруг нее были разложены карты. А рядом толпились люди. Она гадает? Угу. И у нее немало поклонников. Говорят, она очень точно предсказывает. Хотя, думаю, тут просто слава нашей бабки действует. Сестра сама не особо любит это дело и соглашается только по особым случаям. Вот как фестиваль. Возле Линки стояла целая очередь, в основном из девушек. Они нервничали и иногда переругивались. Но, заметив нас, Линка сделала им жест рукой и поманила меня к себе. Я удивленно подошла ближе. Давай погадаю тебе. Почему мне? Чувствую, у тебя необычная судьба. Самое интересное, что покажет. Ну, все, вошла в роль сестричка. Я присела на покрывало. Ловким плавным движением Линка развернула веер из карт. Только имей в виду, я увижу больше, чем смогу сказать. Так всегда бывает. Ну, вытяни колодой любые четыре карты. Каждая из них будет означать важного человека в твоей жизни. Я послушалась. И Линка взяла выбранные мною карты и стала поочередно открывать их. Первая рыцарь жезлов. Я увидела на изображении рыжеволосого юношу на коне. У него... У ног его был лев. Это, наверное, Аслан. Вторая король мечей. На картинке был статный темноволосый мужчина в короне, в доспехах, и с мечом у него была собака. Третья дама кубков. Там была нарисована прекрасная девушка с очаровательной улыбкой. Над ней парила птица. Четвертое колесо фортуны. Эта карта расскажет только о тебе самой. Подумай о каждой и выбери только одну карту. Об этом человеке я расскажу тебе больше. Итак, о ком ты хочешь узнать? Я еще раз оглядела изображение. Ну, я бы, наверное, хотела... О себе самой, что ли? Я выберу карту... Рыцарь... Давайте кор... Мне кажется, это ассоциация с Владом. Ну, мне почему так кажется. И Линка удовлетворенно кивнула. Твои отношения с Владом улучшились. Мечи — самая сильная масть. Символизирует высокий интеллект и сложный духовный путь. Относится к стихии воздуха. Этот человек проделал очень долгий и сложный путь к тебе, и ваши судьбы тесно переплетены. Теперь, что именно ты хочешь узнать? Выбирай из колоды три карты. Я вытянула. Открывай одну любую. Я открою вторую. Пятерка мечей расскажет о ближайшем будущем. Я вижу в будущем этого человека большую опасность. Опасность грозит ему. Но из-за него и тем, кто вокруг него. Если решишь быть рядом с ним, тебе потребуется много силы и стойкости. Собирая мои карты, Линка выглядела задумчиво и встревоженной. Я хотела еще и расспросить, но она меня опередила. Больше ничего не скажу. Я предупреждала. Мы отошли в сторону, и мое место тут же заняло другие желающие узнать свою судьбу. Куда дальше? Сейчас будет спектакль, говорят оригинальная постановка по стихам румынских поэтов. Так интересно. Давайте посмотрим. Как интересно. То есть нас впереди ждет что-то с Владом. Мы подошли к театральной сцене. Представление уже началось. О, тут все на румынском. Мы же ничего не поймем. Многое можно понять без слов. К тому же румынский язык такой красивый и приятный его просто слушать. Тем более стихи. Если понадобится, я переведу. Передать красоту поэзии, конечно, не берусь, но общий смысл перескажу. История, развернувшаяся на сцене, была понятна без перевода. Любовь, преграды, расставание и борьба за шанс быть вместе. Даже Миле увлеклась и завороженно следила за игрой актеров. Когда двое героев, мужчина и девушка встретились после долгой разлуки, между ними на сцене стояла стена. Она не позволяла влюбленным прикоснуться друг к другу. Им оставалось только переговариваться через эту стену. Когда мужчина устало опустился у основания и стал читать стихи, от которых у меня почему-то побежали мурашки. Сандра, переведи, пожалуйста. О, я знаю эти стихи. Поэт Еминеску. Тайная любовь. Что чуть позади моего плеча, Сандра начала произносить мне на ухо строчки. Любил тебя тайно и хранил молчание. Думал, тебе это понравится. Ведь наши взгляды разделяла вечность, способная разрушить хрупкие мечты. Но больше я так не могу. Тоска, как крепкий хмель, пианит, развязывает язык. В этот момент я увидела в толпе зрителей Влада. Он стоял, глядя на меня немигающим взглядом. Три точки. Его лицо было таким бледным и изнеможденным, словно он не спал и не ел меня много дней. А из-за моего плеча продолжала доноситься строчки стихотворения. И теперь мне казалось, что их произносит он. Я хочу захлебнуться в сладком пламени. Той души, что знает мою душу. Не видишь разве, что мой рот сжигает жажда. А за холодом глаз скрывается мучение. Девочка моя прекрасная, уйми эту боль. Подойди ко мне и прижмись к моей груди. Ох. Какие-то проходящие мимо люди загородили собой Влада. А когда ушли, его там больше не было. Спектакль закончился, на сцене стали меняться декорации. Привет, ну как вы тут? О, наконец-то, почему так долго? Да, появилось одно неотложное дело. Ленивая жопка, можно тебя на минуту? Ну если разве что на минуту. Тут был Влад, хоть уже приятно. Он повел меня дальше от толпы. А я все оглядывалась, уже сомневаясь, правда ли это был Влад, или это был Мираж. Ленивая жопка. Да? Нужно будет вернуться в замок. Что? Почему? Я ведь был у Гредиша. Так вот, оказалось, что он вовсе не злится на то происшествие. Больше того, он согласен продать картины и явно хочет сделать это побыстрее. Сказал, что сам приедет в замок к Владу и попросил меня устроить встречу в ближайшее время. Это хорошо. Я уж думала, мы потеряли эти картины и не сможем собрать всю серию. Удивительно, конечно, что он так быстро все забыл, но я рада шансу. Тут я подумала о деталях, возможно сделки и радости сразу поубавилось. Нет, так не выйдет, ведь Влад... С Владом я уже говорил. Говорил? Когда? Да. Я поехал к нему в замок, чтобы обсудить приезд Гредиша, а потом... В общем, я привез его сюда. Что? Почему? И что значит привез? Но Лео не успел ответить. На долину внезапно налетел такой сильный порыв ветра, что кое-где взлетали шатры и предметы. Ох! О, Лео, ленивая жопка, там Сандра! К нам подбежала Махару Камимили, и ее лицо было таким перепуганным, что мы без вопросов помчались к ней. Я надеюсь, ее не ударило чем-то. Вскоре мы увидели сквозь толпу небольшом круглом пространстве раступившихся людей была Сандра. А рядом с ней Михай, который яростно тряс ее. Сандра пыталась вырваться, но безуспешно. Рррр! Ах! Лицо Михая было таким свирепым, что никто из людей, стоявших вокруг, не смел вешиваться. Вот он преодолел сопротивление девушки, добрался до ее горла и стал душить свою дочь. Черт возьми! Мы с Лео бросились на помощь, расталкивая людей. Но почти одновременно с нами там оказался Влад. Он и Лео кинулись на Михая. Двое сильных мужчин сразу повалили его на землю, но было видно, что даже им сложно удержать веснующегося мельника. Сандра, держась за шею, отшатнулась в сторону. Господи, Сандра! Не обняла ее и стала утешать, пока Влад и Лео удерживали Михая. Рррр! И вдруг раздался громкий смех. Очень странный, высокий, пугающий. О-оу. А? Глаза Элинки остекленели. Она закружилась, будто в трансе. А-ха-ха! Но, как тогда? Элинка вдруг причудливо выгнула спину, подняла руки вверх и не своим голосом завыла. Темная, темная грядет очень скоро. Черная тьма уже протянула свою лапу. Она согнулась пополам и провела руками вдоль круглой площадки, на которой мы все стояли. Убийца уже здесь, он в этом кругу! В небе что-то гулка зарокотала. Я испугала, подняла голову к небу и увидела, что на него стремительно наползает черное выпуклое облако. Такое же висело над замком или... то самое. Элинка резко стихла и устала, и устала опустилась на колени. Она обхватила свою голову руками и с удивлением озиралась по сторонам. Теперь ее лицо было испуганным, совсем обычным. Ох! Погода ухудшалась с каждой минутой, вокруг все потемнело. Посетители фестиваля испуганно разбегались, организаторы спешно сворачивали декорации. Я тоже заметалась, не зная, куда бежать. Вот это жесть. Ребят, такое происходит! Какой-то ужас. Ах! Нужно уезжать! Скорее! Небо треснуло от грома и полился дождь. Что это? Первую секунду я не поняла, но потом увидела, что влага, бегущая по моим плечам, черного цвета. Черный дождь! Черный дождь! Люди вокруг останавливались и ошарашенно смотрели в небо. Езжать, прятаться, ну куда? Я схватила за руку Милли, а потом метнулась в другую сторону. К Сандре, которая поднимала... На ноги и Линку. Сандра, скорее! Лео и Влад бросили меха и стали пытаться увезти нас. Парковки! Не туда, а туда! Черная вода продолжала литься с неба, но тут же с него стало падать что-то более крупное со звуком шмякаться в размытый грунт. Шмяк, шмяк, шмяк! Это лягушки! Сестра подпрыгнула, извиваясь, что-то стряхивая со своего плеча. Шмяк, шмяк, шмяк! Сандра тоже стала подпрыгивать со страхом, глядя на землю. Змеи! Что? Что? Что это за ужас, ребята? Что тут происходит? Ну, про лягушек и змей мы с вами знаем. Расширенными от ужаса глазами я смотрела, как на нас в перемешку с черной водой стали сыпаться лягушки и змеи. Проклятый дождь! Проклятый дождь! Какой еще проклятый дождь? Вы что, издеваетесь? Какой проклятый дождь? Какой кошмар, ребята. Просто какой-то ужас. Я даже не представляю, что будет дальше. Книги, стоны, подземелья и один надоедливый друг. А вот это уже интересно, друзья мои. Поэтому, если вы хотите как можно скорее увидеть следующую серию, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.